Метрофоны выключайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мир вам. Игнату на связи. Миром принимаем. Надежда Васильевна всегда покашляет. Каждый раз одно и то же. Сейчас на счете говорит, давай выключай. Вот это вот, Василий вошел тоже в синяя, тогда еще не выключил. Ну, сразу перечеркнул его и все. Катя, ты мне позвонишь потом, хорошо? Я буду ждать твоего звонка. Понятно. Это на всех людей. Она не понимает еще этого. И под ней так, ребенок. Какой цель говорит? То есть совершенно разум отшиблен. Он не нужен. Хорошо? Это, видимо, надо знать, что ты позвони и прочее. В Австралию он с Австралии пришел. Вот какой-то новый. Мир Николаевич. Миричко. Я сейчас выявил, где-то пересвучено, да? Сергей. Ну, да, перезвоню. Ну, да, перезвоню. Перезвоню, кто-то сомневается. Ага. Ладно, давай. Кирилл, Юричко, вы меня слышите? Да, 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 слышу. У нас сейчас занятие по изучению Библии наступка. Если вы хотите присутствовать, микрофон отключите, пожалуйста, чтобы не мешать другим. А если нет, то отключайтесь. Помолим. Не нужно подключить. Помолим. ПОТПИШИВАНИЕ КОНЕЦИЕ СИГНАЛИЯ ВСЕЛАЙ СОЛОСОООН. ТАРЮ НЕБЕСНЫЙ, УТЕШИТЕЛЮ ДУШИ ИСТИНЫЙ, ИЖИ ВЕЗДЕСЫ, ИВСЯ ИСПОЛНЯЯЙ, СОКРОВИЩА БЛАГИХ, ИЖИЗНИЕ ПОДАТЕЛЮ, ПРИДИ ВСИЛИСЯ ВНЫМ. И очистены от всяких, от скверны И спаси блажен души нас Господи, благослови наше занятие Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла Сохрани нас в любви, согласии единому Своему, похлопу твоему Хвала тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Бог Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь Книга Откровения Святого Иоанна Богослова 11 глава с 3 по 4 стихи И дам двум свидетелям моим И они будут пророчествовать 1260 дней Будучи облечены во вретище Это суть две маслины и два светильника Стоящие перед Богом Земли Толкование В дополнение к этому приведем описание Ведения Захарии Цитирую Книга пророка Захария, 4 глава Со 2 по 3 стихи А 11 глава 12, 14 стихи Вот светильник весь из золота И чашечка для Илея наверху его И семь лампад на нем И по семи трубочек у лампад Которые наверху его И две маслины на нем Одна с правой стороны чашечки Другая с левой стороны И сказал ему ангел Что значит те две маслины С правой стороны светильника И с левой стороны его Что значит две маслины ветви Которые через две золотые трубки Изливают из себя золото И сказал он Ангел Это два помазанные елеем Предстоящие Господу Всей земли Так Иоанн Богослов И пророк Захария Видят что в последнее время Восстанут два свидетеля Два светильника Две маслины Два помазанных елеем Духа Святого Которые будут предстоять Господу всей земли И пророчествовать всем народам 1260 дней Иудейский год исчисляется В 360 дней 1260 равно Но 360 умноженное на 3,5 То есть имеем срок в 3,5 года То что здесь идет речь Не о каком-то неопределенном промежутке времени Следует из самой точности выражения Доходящей до указания Такой малой единицы как день В таком большом количестве как 1260 Неопределенный промежуток времени Был бы означен каким-нибудь Круглым числом Цветы и отцы разумели здесь Буквально промежуток времени В 3,5 года Это будет в кончину века Ко времени Антихриста Так в эти 3,5 года Пророчествование двух свидетелей Соотносится с 3,5 годами Вопрос Микрофоны выключайте По мнению святого Ипполита Римского И указанию Синаксари Недели Месопустной Сначала будут 3,5 года пророков А потом 3,5 года Антихриста Всего одна седмица 7 лет Однако ясно и то Что какое-то время Деятельность их будет одновременной Возможно что Как раз до окончательного Воцарения Антихриста О том страшном времени Когда сатана Связанный Христом На Голгофском кресте Снова будет отпущен Когда кладезь бездны И все силы ада Выплеснут свои мерзости на землю Когда тьма Хуже египетская Окутает землю Можно спросить Кто устоит Кто сохранится И вот к этому времени Относится еще один И последний Могучий всплеск Излияния силы Духа Святого О том возвещал еще Древний пророк Иоиль Цитирую Книга Иоиля 2 глава 28 и 31 стихи И будет после того Излию от духа моего На всякую плоть И будут пророчествовать Прежде нежели наступит День Господень Великий и страшный Это сбылось Это сбылось на апостолах Деяния 2 глава Об этом говорит Но пророк Иоиль Говорит еще и о том Что это сбудется Перед страшным днем Кончины века Как некогда апостолы Так теперь эти два Свидетеля будут Пророчествовать В великой силе Духа Святого Это будут Две маслины Преисполненные Божественным Елеем Духа Святого Это будут Два светильника Светящие Во мраке Антихристовой ночи Чем ночь темнее Тем ярче звезды Соответственно Болезни Будет приложено И врачевание Особенно Сирин будет Сатана Вленце Антихриста И уже пророка Особо силен Будет Господь В лице Двух своих пророков Антихрист И уже пророк Будут тогда Предстоять Пред князем Всей земли Сатаной Ибо ему Она будет Дана И Захария И Иоанн Говорят Что эти два Пророка И свидетеля Илья и Иенок Смотри ниже Об этом Будут стоять Пред Богом Земли А Бог Выше Князя Тоже Эти два Свидетеля Неверны Такие Понимания Что это Закон И Евангелие Или Два Завета Церкви Или Церковь Проповедующая И пророчествующая Или Иудейство И язычество Или Символические Личности И подобное Этому Противоречит Как то Что этим Свидетелям Прилагаются В тексте Личные Местоимения Так и Указания На личные Свойства И особенности А также Описываемые События Происходящие С ними Как с Конкретными Людьми Их Смерть Три с половиной Дня Будут лежать Их трупы В Иерусалиме Будет Воскресение И Вознесение Символические Понимания Никак С этим Не сообразуются Святые Отцы Разумели Под этими Двумя Свидетелями Конкретных Двух Людей Пророков Кто же Они Читаем У пророка Малахии Вот Я посылаю Ангела Моего И он Приготовит Путь Придо Мною И Внезапно Придет В храм Свой Господь Которого Вы ищете И Ангел Завета Которого Вы желаете Вот Он Идет Говорит Господь Саваум И Кто Выдержит День Пришествия Его И Кто Устоит Когда Он Явится Ибо Он Как Огонь Расплавляющий И Как Щелок Очищающий Саваум Книга Пророка Малахия Третья Глава Первая Вторая Стихия Здесь Мы Видим Что Пришествию Господню Должен Пришествовать Ангел Вестник Или Предтеча Который Приготовит Ему Путь Первом Пришествии Христа Его Ангел Был Святой Пророк Иоанн Креститель Ибо Далее Цитата Матфея 11 10 Ибо Он Тот О Котором Написано Все Я Посылаю Ангела Моего Пред Лицом Твоим Который Приготовит Путь Твой Пред Тобою Но Малахия Пишет Еще Пришествие Господа Как Огня Расплавляющего А это Уже О втором Его Пришествии Наступ Значит И второе Пришествие Христова Будет Предварено Предтече Сам Пророк Малахия И Отвечает Вот Я Пошлю Пророка Перед Наступлением Дня Господня Великого И Страшного И Он Обратит Сердца Отцов К Детям И Сердца Детей К Отцам И К К Пророка Малахия 4 Глав 5 6 Здесь Уже Ясно Говорится Что Перед Великим И Страшным Днем Второго Пришествия Христа Должен Явиться Илия Пророк Важно Еще Разобраться Какое Отношение Имеет Это Пророчество К Иоану Крестителю Предтечи Первого Пришествия Христова Читаем Об этом И Спросили Его Ученики Его Как же Книжники Говорят Что Илии Надлежит Прийти Прежде Иисус Сказал Им В ответ Правда Илия Должен Прийти Прежде И Устроить Все Но Говорю Вам Что Илия Уже Пришел И Не Узнали Его А Поступили С Ним Как Хотели Тогда Ученики Поняли Что Он Говорил Им Об Иоанне Крестителе Иван Гриат Монфея 17 Глава 10 Пу 13 Иудеи Правильно Понимали Что Христу Божен Присшествовать Пророк Илия Но Они Еще Не Умели Различать Первое И второе Пришествие Христова Поэтому Христос И Не Опровергает Их Мнение Об Илии Но Говорит Что Илия Уже Пришел Это Иоанн Креститель Ну Вот Иудеи Спросили Иоанна Крестителя Ты Илия Он Сказал Нет Евангелие От Иоанна 1 Глава 21 Так Как же Господь Говорит Что Он Илия А он Сам Отрицает Ключ К решению Этого Вопроса Дает Сам Христов Объясняя Служение Иоанна Крестителя Он Говорит Все Пророки И закон Прорекли До Иоанна И если Хотите Принять Что Он Есть Илия Которому Должно Прийти Еще На вопрос На вопрос На вопрос Здесь Ангел Господень Говорит Захарии Отцу Иоанна Крестителя О его Сыне И Многих Из Сыновей Израилевых Обратит К Господу Богу И Предъедет Предним Духи И Сили Илии Чтобы Возвратить Сердца Ох То есть Иоанн Креститель и Илья Пророк это разные люди, разные личности, но Иоанн пришел в духе и силе Ильи, а поэтому если хотите принять, он есть Илья. Итак, как Иоанн приготовил Господу путь в первом его пришествии, так Илья должен будет приготовить ему путь во втором пришествии. Почему же именно Илья Пророк должен приготовить ему путь, а не какой-либо другой Пророк, например, Елисей, имевший его дух вдвойне? Илья, ныне в мире царствует всеобщий закон смерти, евреям 9.27, человеком положено однажды умереть, Илья же Пророк не видел смерти, но, цитирую книга Серахова 48.9, но восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Далее 4 царств 2.11, и понесся Илья в вихре на небо, но в кончину века Иоанн должен будет покориться всеобщему закону смерти, должен будет явиться, пророчествовать и подвергнуться смерти. То же самое можно сказать и о ином Пророке Енохе. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5.24 Енох угодил Господу и был взят на небо. Не было на земле никого из сотворенных подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли. Книга Серахова, 44 глава, 15 стих и 49 глава, 16 стих. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Послание к евреям, 11 глава, 5 стих. Давайте немножко прорвемся. У кого есть вопросы? А вопросы можно задавать только по обсуждаемой теме? Да, да, только по теме. Пока. Да, через 40 минут можно будет задавать любые вопросы. Последний. Сейчас пока только по теме. Значит, по теме нет вопросов, да? Тогда, позвольте, вопрос задам я. На прошлом занятии мы читали толкование и там говорилось, что предание, или как это называется, что Иоанн попросил вырыть себе крестоградную могилу, вот, откровение, которое мы читаем, и попросил своих учеников его засыпать землею. Они проявили послушание, засыпали его и рассказали другим ученикам. Те спохватились, прибежали, раскопали и не нашли тело Иоанна. И такой намек делается, что он во второе пришествие будет вот среди вот этих двух пророков, что ли. Но здесь ясно нам, Писание говорит, что будут два пророка. И какие два, тоже толковательно нам указывают, что Илья и Иенок. А Иоанн, получается, третий. И вот такое вот противоречие, несоответствие возникает. Как к этому относиться? Или никак, или пропустить сквозь пальцы мимо ушей. Именно так. Именно так. Именно так и сделать. Идем дальше. Как говорится, то, чего нет в Библии, а то мы не рассуждаем. Вот это вот житие евангелиста Иоанна. Библия об этой смерти ничего не говорит. и наоборот говорит, что он умрет своей смертью. Такой намек дан. В отличие от других. То есть, этот благочестивый вымысел противоречит, на мой взгляд, Священному Описанию. Во-первых, что он попросил, чтобы его похоронили. Может, конечно, он и своей смерти умер перед этим. Но про воскресенье Священное Писание бы, наверное, было бы, сказала бы. Бог его знает. Идем дальше. Так, Руслан. Итак, Писание определенно говорит о пришествии в мир к кончинной века Ильи пророка. Под вторым же пророком святые отцы разумели Еноха, как непретерпевшего подобной Илье смерти. Святой Ипполит Римский считал, что вместе с пророками Ильей и Енохом явится апостол Иоанн Богослов. Откровение 10-11. Об этом и слова Спасителя. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до него? Евангелие от Иоанна, 21-го, глава 23-й стихи. Теперь обратимся к другому вопросу. Какова цель пришествия пророков Ильи и Еноха? В основном они придут для двух дел. Первое дело обращение евреев ко Христу. Мы уже видели, что в кончину века рассеяние Израиля за непринятие Христа кончится. Евреи снова соберутся в свою страну и восстановят свой храм в Иерусалиме. Но надлежит случиться еще большему. Они обратятся ко Христу. Вначале через евреев произойдет воцарение антихриста, как о том говорил и сам Господь. Я пришел во имя Отца и не принимаете меня, а иной придет во имя свое его примите. Евангелие Атеана 5-я глава 43-й стихи. Этот иной, которого вместо Христа примут евреи и есть антихрист. Через проповедь пророков Ильи и Иноха произойдет обращение евреев ко Христу. Об этом так говорит пророк Малахи. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Слав сердце отца к сыну и сердце человека к искреннему по славянству. Чтобы я придя не поразил земли проклятием порок Малахи 4 глава 6 ты или я предназначен был на обличение в свои времена чтобы утешить гнев прежде нежели обратиться он в ярость обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Якова. книга пророка Сирахова 48.10 Этому первоначальному назначению служения Ильи пророка будет соответствовать и его последнее служение. Отчасти эти пророчества сбылись на Иоанне Предтече а буквально на Ильи Фесфитянине в кончину века. Под отцом здесь разумеется иудейство а под сыном рожденное из иудейства христианства отец и сын это синагога и церковь сердца евреев обратятся к христианам как об этом сказано и в апокалипсисе они иудеи придут поклонятся перед ногами твоими церкви и познают что я возлюбил тебя 3 глава 9 об этом и Господь говорил или я должен прийти прежде и устроить все Евангелие от Матфея 17 глава 11 таким образом будутся слова апостола что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников и так весь Израиль спасется как написано придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова послание к римлянам 11 глава 25 26 об этом обращении евреев ко Христу свидетельствовали и святые отцы святой Иоанн Златоуст цитата видишь видишь точность пророческого изречения когда Иоанн назвал Илею когда Иоанна назвал Илею Христос то назвал по причине сходства служения а чтобы ты не подумал что то же самое говорится и у пророка последний присовокупил и родину его называя фесвитянином а Иоанн фесвитянином не был вместе с тем он указывает и другой признак говоря да не пришед поражу землю в конец означает им второе страшное его пришествие и так означенные слова пророка показывает что фесвитянин придет перед тем пришествием когда будет суд он вместе показывает и причину пришествия его что же это за причина чтобы он пришедший убедил иудеев уверовать во Христа и чтобы когда Христос придет не все они совершенно погибли потому то и Христос приводя им это на память сказал и устроит все то есть исправить неверие иудеев тогдашнего времени вот почему и пророк весьма точно сказал он не сказал устроить сердце сына к отцу но отца к сыну так как отцы апостолов были иудеев то сказано обратит к учению сынов то есть апостолов сердца отцов то есть расположение народа иудейского толкования на евангелие атмосфея беседа 47 преподобный иоанн дамаскин цитирую будут же посланы инох ирияфи святянин и они обратят сердца отцов к детям то есть синагогу к господу нашему иисусу христу и проповеди апостолов точное изложение православной веры книга 4 глава 26 и далее блаженный феофилак цитирую ибо ослепление пришло на израиля почему и знак отнятия уха был на рабе первосвященника восстановление уха указывает на будущее восстановление разумения израилетян которого они лишились ныне ибо илия придет и приведет их ко христу и их отцов соединит с нами сыновьями о чем пророчествовал им аллахи 4 глава 6 стих толкование на евангелие от иоанна 18 глава илия должен прийти прежде и устроить все когда придет илия фисфитянин он умерит непокорных иудеев и приведет их к вере и таким образом соделывается предтечию второго пришествия христова ибо илия должен устроить все и не будет тогда ни одного еврея неверующего но все поверят проповеди кто только услышит ее от Ильи толкование на евангелие от марка 9 глава исайя провозглашает об израиле хотя бы сыны израилевы были числом как песок морской только остаток спасется спасутся не все израильтяне но достойные спасения толкования на послание к римлянам 9 глава 7 немножко прервемся вопросы по прочитанному есть такая мысль пришла это Сергей можно да да можно если речь идет о пророчествах которые относятся к первому пришествию Господа Иисуса Христа то каких-либо вопросов у меня не возникает а когда идет пророчество о втором пришествии то тогда получается что евреи которые не уверовали в пришествии Господа Иисуса Христа о котором говорил и он притечий сам Господь и который по сей день надеется встретить его но встретит Машиаха то получается что как бы раздвоение в умах людей происходит и тех же самых евреев и нас тоже ведь мы ожидаем второго пришествия и находим и начинаем искать предпосылки пророчества этого вот в этих книгах так что у меня не все ладно получается в мозгах когда речь идет о пророчествах которые касаются второго пришествия отошел так вопросы возникли но я тоже позволю себе своей мыслью поделиться почему-то пришел на ум притча о богаче и лазаре помните когда богач был умер богач и умел лазарь и богач оказался в ладу лазарь и богач тут опомнился и говорит пошли сходи пошли кого-нибудь чтобы братья мои уверовали чтобы не оказались в этом месте мучения на что Христос сказал у них на то есть Моисей и пророки и даже если кто из мертвых придет не поверят вот а здесь нам толкователь говорит что Илья и но они как бы из мертвых придут их же столько сколько лет не было хотя они не умерли конечно но однако они были взяты с этой земли восхищены на небо живьем мы в это верим вот Христос им говорит не поверят здесь нам говорят что от их проповеди этой проповеди они уверуют и обратятся к Христу опять такое возникает не то чтобы противоречие а ну вот такие мысли хотя может быть в то время они бы и не поверили а вот по прошествии уже ну кончина мира что все уже говорит потому что можно да можно по этому поводу я думаю что и в конце мира когда и Илья с Нинохом придут все равно не весь Израиль обратится все равно те которые считают себя иудеями есть которые не искренне служат Богу даже в иудаизме они там как бы не служат Богу искренне потому даже если придет уже кончина века и они придут то они тоже не обратятся замечательная замечательная мысль полностью разделяем даже если кто из мертвых придет не поверит это говорится о том остатке который не спасет теперь все встал 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 благодарю вопрос попрощите не нету идем дальше такое большое очень толкование сегодня мы наберемся терпения итак слушаем дальше таково свидетельство священного писания и святых отцов церкви события обращения евреев кончину века ко Христу играет очень важную роль в домостроительстве спасения человечества и в вопросе об определении истинной религии история свидетельствует что в древности только евреи поклонялись единому живому невидимому богу все остальные народы были идолопоклонниками существует собственно говоря только три неязыческие религии иудейство христианство мусульманство к мировым религиям относится буддизм но надо ясно понимать то что буддизм является мировой религией еще не означает что он неязыческая религия более того буддизм можно назвать даже атеистической религией ибо он отрицает теизм отрицает бога творца держителя и спасителя буддизм есть язычество ибо совершает главный грех и главную ошибку иного поклонства обожествление твари буддизм буддизм не знает единого бога и вообще не знает бог ему ведомы ему ведомы и обогатворяются двоеточие космос люди достигшие определенного в кавычках просветения будды боди сатвы архаты а также признаются самые различные боги самых различных языческих вер сам будда учил даже так цитирую пусть верующие совершает приношение божествам данной местности будучи уважены они уважают его будучи почтены боги почтут его к тому же известно четкое историческое возникновение буддизма в Индии в 6-5 веке до Рождества Христова буддизм не изначальная религия его основатель царский сын Сиддхар Ха названный Буддой просветленным просветленным до этого в Индии было идолопоклонство в форме брахманской религии так что в вопросе об истинной религии участвовать могут фактически только три ветви монотеизма это иудейство христианство и мусульманство между этими верами выбирал в свое время святой князь Владимир мусульманство есть порождение иудея христианского древа оно возникает в Аравии в седьмом от Рождества Христова веке 622 год начало мусульманской эры векство Магомета из Мекки в Медину основатель Магомет умер в 632 году к тому же мусульманство не самобытная религия а возникает на почве иудаизма христианства и христианских ересей зора астризма и различных арабских верований до этого у араба также было идолопоконство так что возникнув исторически мусульманство не может претендовать на изначально не может оно и претендовать на универсальность объединили мол все ценное до них бывшее ибо вовсе не включило в себя высшие ценности христианства о религии же евреев никто не может сказать что она возникла в определенный момент истории поскольку история знает евреев сколько известно что они содержат ветхозаветную веру во единого бога ягве священная история повествует что эту веру принял от самого бога первый человек адам передал ее своему сыну сифу и так далее это вера дошла до адам авраам удается знак завета с богом обрезание и от него производится богоизбранный еврейский народ избранничество еврейского народа даже вне писания доказывать излишне об этом можно легко удостовериться через сравнение истории этого народа со всеми другими при моисее на синае бог заключает свой завет еврейским народом и учреждает ветхозаветную церковь с ее храмом священством законом и писанием эта церковь была среди всего человечества хранительницей религиозной истины и из еврейской церкви рождается христианская церковь так что христианство иудейство единственно достойные соперники в вопросе об обладании религиозной истиной иудейство считает христианство назарейской ересью сектой так ли это нет это доказывается фактами бессеменного рождения воскресения и вознесения христа а также бесчисленными фактами богоприсутствия в христианской церкви с другой стороны само иудейство уже не может претендовать на наименование церковью ибо не имеет храма священства и жертвы иудейство имеет не церковь а всего лишь синагогу школу христианство же представляет собой именно церковь храма священства а не просто школу если право иудейство то не прав ветхий завет говорящий о вечности церкви с ее учреждениями ибо с 70 года от рождества христовы евреи их не имеют послание апостола павла к евреям объясняет каким образом ветхозаветная церковь претворяется в новозаветную и учреждения ветхозаветные перерастают в новозаветную так возникает вопрос неужели ветхозаветная церковь могла заблудиться отвечаем нет ибо не может заблудиться церковь основанная богом церковь есть столб и утверждение истины 1 тимофея 3.15 но а иудейство после 70-х годов не представляет собой церкви да и со времен со времен голгофы завеса в храме уже разодалась с этого времени церковь является христианство б иудейская синагога хранящая учения древней ветхозаветной церкви кончину века обратиться ко христу и примет его сердца отцов будут обращены к детям тем образом замыкаются концы сама синагога и докажет окончательно истину христианства приняв христа бог начавший свое попечение над евреями с авраама победоносно завершить его над остатком Израиля который спасется интересно отметить что это обращение произойдет не через проповедь христиан из язычников а через проповедь их же высших пророков евреи ждут Илью пришествии мессии они не приняли Иоанна крестителя пришедшего в дух Ильи что ж Господь пошлет им самого Илью и он обратит их сердца как Иисус и второе дело Ильи и иноха противодействие всем прелестям антихриста и поддержка христиан в страшное время это вторая цель их пришед теперь рассмотрим что конкретно говорится о деятельности этих пророков они обличены во вретище этим означается что все тогда живущие достойны сетования и плача этим особенно означается проповедь пророков о покаянии с которой они обратятся тогда к любям и в особенности евреям облачение во вретище так нам это напоминает проповедников ветхозаветного Илью и Иоанна Претечу строгих аскетов и подвижников кем же будет и последнее пришествие иноха Ильи Ильи вопросы по прочистке скажите получается что евреи не грешат когда ну как бы тем что они признают Христа не грешают этим если они я не совсем понимаю плохо было слышно правильно вопрос грешат ли евреи тем что не признают Христа да да правильно конечно грешат верующие в сына Христа имеют жизнь вечную а не верующие не увидят жизни но гнев Божий пребывает на нем как же не грешат конечно грешат просто вот интересно если они Богоизбраны они что тогда получается в ранние попали остаток евреев попадет которые примут Христа как Бого а которые не примут Бог их избрал и он но он не всех избрал они же распяли Христа последователи распинатели которые называли его реки они не войдут а которые признают его за Бога и которые примут антихриста не видать им и Бог в огне горит Богоизбранность это не значит окончательное спасение Бог избрал этот народ еврей и остаток евреев спасется Бог выполнил свое обещание со своей стороны а они со своей не выполнили они раскали Христа да в Библии даже Бог называет их жестокосердными там в одном месте в Библии да жестоковыны во что еще люди с необрезанными зерцами ваши руки в крови он говорит я сам не пойду с вами ангела пошлю потому что если с вами пойду то вы не идете не верю вот поэтому конечно грешат грешат неверие все грехи от неверия просто у меня вопрос в том виде они Бога Отца не покидают Бога Отца не Бога Отца я и Отец одно то есть они правильно Ривка заметила они не искренне веруют они лицемеры Горисов книжники Борисеи лицемеры то есть они верят на показ устами своими чтите меня сердце же ваше далеко от меня понимаешь у нас и в православии все православные спасутся сколько там лицемеров ходят молятся исповедуются причащаются а сердцем не веруют потому что грешат пьют курят блудят наркомани и тут же идут в церковь и тут же исповедуются причащают что им в раю что ли святые они нет только на показ одно лицемерие что такое лицемерие чтобы люди говорили о них хорошо храмы строят храмы строят наворованные деньги деньги заработанные блудом понимаешь воровством грабежами насилием войнами на эти деньги строят храмы богу это надо они что хотят купиться что ли взятку ему в этом самом лицемерие они одного хотят чтобы люди о них думали хорошо на самом же деле сердца их полны злоб и коварств лицемерие зависть убить здрав во всем этом писали еще вопрос вопрос речь идет о спасенных 140 тысячах 44 я преднамеренно не называю кого именно господь спасет по национальности евреи не евреи если бы это были только евреи тогда бы возник бы такой вопрос а как же мы христиане оказывается среди народа израильского было очень людей которые были немного но были которые там были как бы усыновлены удочерены то есть принимали веру во единого бога соблюдали закон и ничем не отличались от евреев по крови поэтому я так думаю что эти 144 тысячи включают себя не только самих чистокровных евреев но и крестьян православов естественно это одно и второе ведь известно что есть та часть народа евреев которая сей день не уверовала в первое пришествие господа иисуса христа но не искренне вполне искренне поддаваясь поддаваясь удержу учению своих Сергей Игнатов мы тебя плохо слышим интернет выросли слышишь ожидать что будет именно второе пришествие один один антовославных мы ожидаем второе пришествие и вот как бы то сказать как не веровали в первое пришествие Сергей подожди Володя вы хорошо Игнатова слышите или запинается или один ядов плохо плохо слышно запинается так Сергей Игнатов все вам больше слова давать не будем мы вас не слышим пока воздержитесь еще вопросы есть кроме Сергея Игнатова у кого а по бытию можно вопрос один задать по бытию через 8 минут по прочитанному пока давайте нет да так еще читаем тогда книга откровения 11 глава 5 и если кто захочет их обидеть двух свидетелей или а и ну то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их если кто захочет их обидеть тому надлежит быть убитым толкование равносильное ранее предлагается и врачевание ложным знамением антихриста будут противостоять истинные знамения и чудеса этих двух пророков много враг потрудится против них но немало не повредит им как как некогда послову Ильи пророка огонь с неба сходил для истребления воинов царя Ахозии намеревавшихся схватить пророка 4 царств 1 глава 9 15 так и эти пророки будут поражать огнем пытающихся их обидеть это подобно тому как пророк Илья не звел огонь с неба на горе кормил здесь мы видим что пророки действуют как посланники нового завета посланные как овцы среди волков Иван Геоднафея 10 16 в виде смиренном и уничиженном это говорит о том что кончилось лето господне благоприятное Лука 4 19 сатана развязывается день страшного суда наступает с другой стороны под огнем уст пророков можно разуметь их пламенную проповедь подобную той о которой было сказано пророку Иеремии я сделаю слова мои в устах твоих огнем а этот народ дровами этот огонь пожрет их пророк Иеремия 5 глава 14 стих душа отвергающая огонь этих слов погибнет вопросы книга откровения 11 глава 6 стих они имеют власть затворить небо чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою когда только захотят толкование они имеют власть затворить небо чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их это подобно тому как во дни царя Ахава за грех и дало поклонство израильтян или я цитирую молитвою помолился чтобы не было дождя и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев и опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод твой книга Якова 5 глава 17 такой же властью эти пророки в кончину века будут затворять небо наказывая тем израильтян и призывая к покаянию власть совершать эти последующие карающие чудеса они будут иметь в одни пророчествования их то есть 1260 дней или 3,5 года как для проповеди ноя было отмерено 120 лет книга бытия 6 глава 30 и для проповеди Ионы 40 дней книга Иона 3,4 так и двум пророкам для проповеди совершения знамений дам конкретный промежуток времени и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою когда только стоят этим эти два пророка уподобляются Моисею превратившему воды египетские в кровь и поражавшему египетскую землю всякую язвою совершать такие чрезвычайные знамения они будут только в особых случаях но при этом когда только захотят они будут совершенно свободно владеть этим даром вопрос да это дар так дар этого читаем дары исцелений болезнь а здесь дары умерщвлений крестника и все кто обидят их будут умерщвлены мы привыкли думать что смерть это слово смерть еще и благо 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 в последние времена где люди будут желать смерти но опять же и грешники будут желать смерти и праведники будут желать смерти неправед скорбь скорбь будет у тех и у тех и у тех и церковь тоже будет скорбить скорбь будет голод воин прозрухи но пророки я так понимаю будут умерщать только те кто не будет принимать они не будут они будут поддерживать три с половиной года не будет сейчас у нас прошел по прочитанному если вопросов нет тогда можно задавать вопрос по бытию хотел задать пожалуйста да Сергей у меня вопрос от бытия глава 2.32 стих 28 бытие 26 28 да еще бытие 32 28 а 32 28 вы засчитываете пускай у меня тут закрыто и сказал отныне имя тебе будет не якоб а израиль ибо ты боролся с богом и человеков одолевать будешь вот мне не совсем понятно как бы боролся с богом как вот это вообще возможно я я нашел тору да тору и у них там не с богом написано а с ангелом все что о боге написано называется антропоморфизм о человечине понимать нужно в самом малом значении которое нам это непонятно господь говорит о себе как о человеке что и возрел господь и раскаялся что сотворил человека бог не может каяться а чтобы нам было понятно стоит далеко далеко ушел человек в ином месте написано с гневом у бога нет гнева бог вне человеческих понятий в этом вопросе а ему было дано понять что боролся как с богом бороться с богом вся вселенная не может бороться ни одной секунды но так однако бог явил себя в таком виде ему и никто это дальше не может объяснить нельзя это объяснить блаженные он тоже толкует что бог это как ангел то есть как бы ну как толкование читал на ветхий завет и там вроде как с ангелом борется ну просто понятно я вас понял спасибо это явление господь свое показывает бога никто никогда видеть не может он показал себя с задней части моисею ну что значит можно видеть да нет он необъятный миллиарды галактик и конца и края нет нигде найти бога посаду ли в преисподнюю давит ты там ты возьму ли крылья на край моря переселюсь и там рука твоя поведет меня он говорил отче оставил его когда господь зачем ты оставил меня как он мог оставить его по человечеству он был на кресте одновременно был на небе а одновременно был в аду нам это никогда не понять бог говорит про струнные дома сапог мой да что у бога сапоги какой размер так может до кощунства дойти написано чтобы мы хотя бы чуть-чуть понимали что велик бог и страшен он их местах прямо говорит явился ему страшный страшный это не как сказуемо какое-то прилагательное а с большой буквы это имя его у него около 500 имен насчитывается в библии дверь овцам пастырь добрый виноградная лоза вот так понятно спасибо вопросов нет можно вопрос по поводу поклонов в субботу воскресенье почему не делают земные вот у меня пришла к такому выводу что это дни в которые как бы возвеличивается человек как бы его победа ну так сказать и потому он не не кланяется или почему до пола я имею ввиду по канонам в пятницу вечером начинается суббота у евреев разница с нашим временем не по поясам а по счету в 6 часов вечера в 6 вот еврей который живет с вами рядом у него счет идет с 6 был вечер было утро у него другой счет идет а мы начинаем говорить с 24 на 6 часов разница и вот здесь когда мы говорим по времени или что-то вот эту поправку надо делать всегда а почему потому что это вы говорите уже о канонах не о не о Библии так установили святые отцы почитая седьмой день покоя говорят да Бог отверг не отверг ничего это вечная суббота она теперь как тень осталась но одна она по сегодня в молитвенном правиле так показана в пятницу вечером мы не творим поклонов то есть наступает суббота и вечером если мы в субботу ведем богослужение то считается воскресное Евангелие то есть начинается воскресенье суббота как седьмой день покоя воскресенье как день воскресенье это новозаветие суббота а уже воскресенье вечером можно делать поклоны наступает понедельник то есть восьмой день недели вот такое объяснение другого нет Хорошо, тогда можно спросить еще по поводу Оригена. Какие его учения осуждены, какие-то все-таки используются в церкви, исследуются? Надо помнить, что такие вселенские учителя – это его ученики. В житиях святых, говорится, между собой сошлись двое мудрецов, и они рассуждают. А вот ему дано такой разум от Бога, или он сам сумел это достичь, или просто Бог ему открыл и вложил. Даже вот как вопрос стоял. Вы возьмите Гекзапла Оригена, когда считаешь, там, кажется, на шести языках. Параллельно стал, сами идет. Его знания не имели границ, но вот в этом он не устоял дальше. Решил еще ближе приблизиться. Не женатый был и самостоятельно скопил сам себя и едва не умер. А вот в церкви каноны есть. Если человек там оскопил себя, говорит, есть скопцы, которые оскопили себя. Он понял буквально. Вот сразу тут и видно, что далеко пошел. Его отовсюду сразу исключили. Где только можно было. А далее учение о прекращении вечных мучений. Вот как Осипов говорит. Церковь не признала это. Нигде о конечности мучений в Библии нет ни одного слова. Но считаем 25 главу Евангелия от Матфея. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Слово вечное относится и к праведникам, или как понимать, это откроется только вечность. Хотя слово вечность имеет значение временного. Раб, которому понравилась там рабыня, он остался у хозяина. Он должен подвести его к косяку и сделать ему отверстие на ухе. Шилом проткни ухо. И будет рабом вечно. Как вечно? Что в вечности нет, конечно. То есть до смерти. А почему не перевели по-другому? Потому что нет другого слова. Оно многогранно, многозначащее. Вот это узнали мы из Священного Писания, а более ничего нет. Вопросы многие задавать интересны. Кто не задает вопросы? Не задает. Два ответа. Или все знает, или ничего не знает. Но, однако, Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросы. Да как? Я не пойму. Научитесь не задавать вопросы. Я вот в книгах отмечаю на 4124 вопроса. О том, в университетах, по радио. Это только малая часть сохранилась. Это надо поощрять. Но, однако, если ты давно верующий, научись не задавать, а постигать. Молись. Толкование есть. Святые отцы все истолковали. Православному-то спасаться намного легче. Хотя у нас и посты, и все есть. А еретикам-то, которые называются конфессии, динаминации, это еретики скрылись под этим словом. А у них каждый собирается столько голов и умов. В моду входит как сейчас. Вот человек разочаровался в православии. А что разочаровался-то? Первое. Самое главное, что у него не хватало, это молитвы. Молитвы. Это, ну, другого просто нет. Я 55 лет с этим занимаюсь и уже опыт имею. Не было семьи кратной дневной молитвы, ночной молитвы. Он даже милостыню творит человек. Посты со скрипом или нарушает, и на все находит объяснение. Он разочаровался. Уходит иногда в Баптисты, Адвентисты седьмого дня, там куда-то еще. Но очень много сейчас, а я ни к кому. Ни к кому. То есть еще одна ересь возникла. Каждые две недели, ну, теперь это устаревшие данные, возникает новая ересь. Сегодня насчитывает их около 21 тысячи. Ну, очевидно, больше. Вот только сейчас я знаю несколько. Вот даже Симон Харольский этот поет, ходит там по берегу, в море, а потом просит денег. Ну, это явное дело, что церковь никогда не делала так. И не поощряла, чтобы трудились своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Вот никому назвали последователей Христа. Приехали еретики здесь у нас, в Барнауле. Церковь Христа. Дальше апостольские христиане. Другие, Новая жизнь. А то в районе, в соседнем, газета Мирская, Новая жизнь. Ну, что бы они ни увидели, все, дверь овцам, уже все название секты. Нам запрещено играть этим. Мы должны быть в церкви, которую Христос основал. Да кого нет, там какие заблуждения? Заблуждения не надо принимать. Находясь здесь, борись с этим. А вот там они мощи, там привозят что-то на православную церковь. Привозят. А ты не иди, не поклоняйся, если не веришь. Но не отрицай. Бог чтит и храм, в котором находился дух. Нигде не написано в Библии, что умер христианин, его надо выбрасывать. Нет. Ну, все припоминают Елисея. Вот Елисея там коснулся, мертвец, бросили его, испугались нашествие воинов. И он ожил. Ну, на это можно ответить так. Во-первых, сегодня нигде никто не воскресает от прикосновения к прославленным, к мощам. И ничего и нету. И Иоанн Дамаскин говорит, Иоанн отмечает сам за себя. Когда даже обратился человек, пойти похоронить. Оставь мертвецам хоронить мертвецов. Хоронить. И то уже мертвецами люди называются. А о том, чтобы выкапывать, резать, расчленять. И чтобы у каждого там, ну, у каждого буквально христианина было. Вот сейчас привозят кресты там. Сегодня только прочитал про это, да, это Андрей Кураев выставляет материал. Вот заходит им в церковь, видите, какие четкие сделаны кресты. А вы знаете, где готовят? Соприна далеко не все готовят. Из Китая привозят. А какие мощи там заложены? И главное, мощевик. Какие? Что? Отщепнули. Какую часть тела? Ну, если человек ищет и находит, то отвергни это. Не гоняйся за чудесами. Как отец, диакон Андрей Кураев и говорит. Нанотехнология в каждом доме, чтобы было. Обращаются ли, говорит, к мертвым? Ну, то есть не надо говорить. Живые ищут живого. Даже Христа и то не надо искать. Что ищете живого среди мертвых? А это среди мертвецов мертвого. Многие святые запрещали даже малую частицу, даже волосинку брать. Как пример, это очень почитаемый 1 сентября житие его, Семен Столбник. Он близкий был к патриарху. Патриарх его рукоположил, даже не прикасаясь к нему. Тот стоит на столбе, поднял руки. Все, ты, пресвитер. Чтобы он его мог оттуда благословлять. Вот такое почтение было. И он у него у мертвого решил от бороды волосинки две взять на память. И рука сразу отсохла. У патриарха, ты понимаешь, у патриарха ничего не резал. И он сразу волосинки положил на бороду. И рука исцелела. Ну, вот и все. Иные прятались, как Антоний. Уходили, по сей день никто не знает, где тело Моисеева это. А почему? Не хотели, чтобы их резали. Читаю, Иларион великий, да мало ли таких было. Их категорически запрещали что-либо брать. Ничего не слышат. Режут, с чемоданами кости везут. Некропилы. Все извращено. Мученики написано. Мученики. Тело мученика брали, как Лукьяна, житие его. И он лежит. Литургию совершать. А уже было, чтобы присутствовали мощи. Храм закладывали, где там и хоронили мученика. Не часть мученика, а мученика целиком. Все тело его. Тело это называется мощи или труп. Они боятся слова труп. А Писание говорит, иноха или убьют, и бросят трупы их на улице. Значит, Библия говорит, Христос себя трупом называет. Где труп, там явятся орлы. Просто надо маленько Библию-то в руках держать. И что? Ничего. Писание говорит о том, как люди собирались, думали, говорили. И что из этого получалось. И мы даже все сравним с Писанием. Если не сходится с Библией, не верьте мне, как Кирилл Урсалимский говорил. Значит, надо научить людей знать Писание, Святую Библию, и говорить согласно ее. Я ни разу в жизни не слышал ни от кого, чтобы человек говорил. Не верьте и мне, если я говорю вопреки Библии. Вообще. Если слова мои не сходятся с ней. Златоуст говорит, чего Библии нет, о том не рассуждаем. Нужно научиться признавать наше неведение. Нам и так слишком много открыто. Все. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня вот такой вопрос, Иначе, Володя. Если с приходом Антихриста каждый человек получит печать, которая примет его, как посланника для себя, для Бога, как Бога, евреи его тоже примут. А когда Инох и Илья будут проповедовать, и остаток обратится, спасется, то есть уверят во Христа, значит, эта печать, вот, многие люди утверждают, что печать, если печать получил, то все, значит, ты погибший. Они же тоже приходом Антихриста примут эту печать. Как вот так получится, что они тогда печать... Никак, принявшие, все, отвергнуты, они не примут. Вход закрыт, дверь закрыта. Кому я закрою, Господь говорит, никто не откроет. Никто не откроет. А кому открою, никто не закроет. Гонения, путки, а человек верит. Если написано. Он будет им проповедовать, будет говорить, там не все примут. Остаток, остаток, может, один, там, к 100. И вышли израильтяне, когда из Египта, там, а 20 лет и выше, примерно, там было 5 миллионов, может быть, написано, сколько вышло. А спаслись только 2 человека. 2. Вот этот процент даже вывести трудно. Из 500 тысяч. Что-то вот это начинает. Мы быстрые? Нет, не от меня это. Сказали, я не держу рядом микрофон, плохо слышно. Так, слушаю. Знаете, технаш, можно вот еще вопрос. Когда выходишь из церкви, обязательно ли давать милостыни? Конкретно одолевают иногда цыгане, которые бегут за тобой вплоть до остановки, вымогая, говорят, что ты мало дал, там, и так далее. А у вас есть выход на наш сайт, на форум? Есть. Если вы зайдете на сайт, то на первую как, если не имеете, просто заглядите, во свете Библии, открытым оком, вот все. И вы сразу зайдете, и там написано, к истинному православию, моя книга, я 40 лет материал собирал. И уткните, и дальше оглавление. О милостыне! Я и повторять не буду. Говорит, ты дашь, а Бог разберется кому дать. Неправильно, это ни на чем не основано, а наоборот. Ты должен знать кому дать. Он нуждается, тогда не разбирай, кто это. Еврей, мусульманин, ты должен помочь ему, чтобы он не умер с голоду, и все. А это люди неверующие, они не нуждаются, просят. Вот, это же есть святого Нифон-то есть, он подал там гуслисту одному, и монета-то оказалась сразу же в руке у сатаны в аду. Сразу. Если бы им не подавали, они бы не кривлялись, говорит Иоанн Златоуст. А раз подаете им их, если бы никто-то не покупал наркотики, цыганам не давали, и смотрели, чтобы не воровали-то, ну, наверное, по-другому было бы, задумались. Не подавать. А как, а я не знаю. Возле храма никто не имеет права просить, канун такой есть. Пока нет мирной грамоты. А мирная грамота, это так, он должен прийти к епископу, епископ проверит, там, паспорт, все проверить у него, и разобрать его социальное положение. Сколько у него? Почему? Ходит ли он в храм, верующий или нет? То есть, все там учитывается. При епископе не священник даже. И тогда дают ему, выписывают грамоту с печатью епархии. Он имеет право стоять и просить милостыню. А сколько, не оговаривается, сколько подадут. А у нас тут в любой храм буквально из рук рвут. Лучше, конечно, чтобы не ошибиться, не подавать. Понятно. Спасибо. Мы пытались таких поднимать. Подали, а потом к себе пригласили, обмыли, там, от вшей все сожгли, новое купили и решили в деревню, там, построен домик, дать, чтобы он... Да, 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 да. И он уже больше не пришел ни разу. Я в редакции стал говорить, а они говорят, а мы ни разу помогать пытались этому человеку. Нет, им нравится такая жизнь. Ни перед кем не снял ответственность. Напился, наелся, все. Принес костыли, подмышки, большие костыли. Постоял, посидел, просил, а потом костыли в чехол кладет и пошел домой. Понес на спине костыли, на плече. Обманщиков много. А в Москве или где, там мафия, они с них берут сколько требуется. Они сильно бьют их, если они не отдают деньги. У нас тут одна была из пятидесятников, обратилась в православие, но живет бедно, Валя Ушакова. И вот она, интересно, ей подадут, ну, кирпич хлеба купить. Она взяла, все, она сразу поднимается и пошла в храм молиться. Она очень боялась Бога. Вот я так думаю, если бы как-то внезапно лишился всего и выбросили, ну, где-то, не знаю. Первым, что узнать, постарался бы, чтобы не умереть с голоду, где можно заработать. Кому моя работа нужна? А не могу. Найти православную церковь. Православные любят подавать милостыни, и ты уже не умрешь. И кому-то помогать, принести, распилить, дрова, снег скинуть. Мы вот из большой семьи учились, когда здесь, то мы всегда искали, где кому что сделать. И накормят, и деньги дадут. А у меня, я учился, денег нет. Я на вокзал. Люди сходят с поезда, я беру чемоданы, им несу до машины. Что-то дадут. Десять человек, отец инвалид, десять ребятишек. Ну? Геннадий Тихонович. Давай. Сейчас качество голоса, звука нормальное? Нет, плохо слышно. Ближе микрофон возьми себе, едва слышно. Да. Игнатий Тихонович. О, все слышно, давай. Да, только что прочитали комментарий Малахи, пророка Малахи, который говорил, писал, «Вот пошлю вам Илью, пророка, перед наступлением дня Господня великого и страшного». И автор, который толкует, комментирует этот стих, утверждает, что речь идет о втором пришествии. Ну, так вот, по той книге, которую мы читаем. Но ведь Малахи, пророк, он же говорил не о двух пришествиях, а только об одном пришествии Господа Иисуса Христа. О втором пришествии мы узнаем только из апокалипсиса и Иоанна Богослова. Как же, я думаю, автор, который написал толкование на эти слова пророка, указал, что Малахи имел в виду второе пришествие? Мне кажется, тут есть кое-какая натяжка или личное мнение самого... Так, слушай внимательно, Сергей. Когда говорится о чем-то в Библии, то исполнение этого, как правило, повторяется трижды. В малой пропорции, в большей и во вселенской. И когда говорят, Илья пришел, Господь говорит, если хотите, вы не узнали его. Это не Илья, но он похож на него. Так же в бедности, так же в пустыне, так же обличал царя, так же бежал от женщины и пострадал от женщины. И Иоанн, и это другая личность совсем. Похожа? Да, похожа. И он так и называется. Тут ни на тяжке, ничего нет. Будущее подготавливается пока что в малом масштабе. На иудейском народе только появились эти пророки. Иоанн Креститель был и говорил. Малахи говорит, как будто не об этом предпришествии. А явление Христа на земле, это и есть пришествие. И когда Господь говорит, тебе что до того, я хочу, чтобы он прибыл, доколе я приду, об Иоанне говорит. Да считает, он не умрет. Нет. Я приду, это означает, посещу гневом Иерусалим. То есть он будет жить дальше, дольше всех, до 70-го года новой эры доживет. И говорит, не придет род сей, как все сей сбудется. Какой род? Люди говорят, ну что, жители на земле? А если жителей нет, это кончилась история. Род христианский. При всех гонителях христиане оставались и будут оставаться. Церковь будет жива, литургия будет совершаться, сие творите в мое воспоминание, доколе он приидет. Вот и все. Одна праза, и все стало на свое место. Будут священники, будут епископы. Где кто будет скрываться? В горах, в милотех козьих кожах, под землей, в ущельях. Ну, как пишет Павел в послании к евреям 11 главе. Которых весь мир не был достоин. Так и надо понимать. Здесь ответ совершенно правильный. Понятно. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Я объяснял, вот у русских людей, как бы сказать, сакральные два слова. Владимир и Михаил. И повторяется трижды. Михаил из дома Романовых. Первый, Михаил Федорович. Первый царь русского народа. Далее. Государственный строй, который был построен, разрушает. Николай отказывается в пользу Михаила из дома Романовых. И третий Михаил пришел и разрушил все. Горбачев. Тут даже толковать не надо. В религиозной стороне. Князь Владимир крестит. Владимир Ульянов раскрещивает. И последний Владимир, видимо, предаст антихристу. И в религиозном плане трижды. И тут ничего не надо перетолковывать-то. А как же в Америке, может, там Обама? Да нету про Обаму. Нету. Если говорится, что Вавилон погибнет. Это речь идет о Москве. А как узнать? Очень просто. Вином любодеяние наполнило мир. Учение. У Америки-то учения никакого нет. Грабь. Вот разгромили Ливию. В Афганистан войска воют. Им только нефтяные запасы захватить. А это коммунистический интернационал. Вот что такое. И дальше на семи голов. Слов говорит, это семь гор, на которых находится жена. Жена же великий город. Москва семи холмовая. Об этом стихотворение даже. Песнопение есть в Глинке. На семи холмах. Так на семи холмах есть город Аман. Ну, что спрашивать? От этого города обогатились купцы, посыпали голову пеплом. Ну, скажи, где, когда, от какого государства так обогащались олигархи, евреи, американцы, кто бы ни были. В одну ночь проснулись и миллиарды. Ведь каждый год за рубеж переводят намного больше, чем национальный запас. Вот время такое пришло. Я ни к чему не могу призывать, кроме того, что так было предсказано и так сбылось. От Москвы, от России, все, возьми Китай, там гонят вагонами, лес берут, другие нефть, третьи там пушнины, алмазы, чего только не было. И всегда так было. Россия, она не то, что прирастает в Сибири, она кормит Сибирью тут всю Европу. Раньше раститель, это сливочное масло топленое перед революцией, всю Европу кормили и в Англию везли. А нам откуда придет, что из Франции лягушек привезут? Можно вопрос еще? Давай, Василий. Мир вам. С миром. Дядя Игнатий, такой хотел вопрос задать. Получается, вот Илья и Ног, которые в конце времен придут, это тоже не обязательно понимать, что это именно они придут? А может быть это как вы сейчас объясняли? Вы же толкование слышали? И полит римский, все толкуют одинаково. И Прим, Сирин, Андрей Кесарик, подокийский архиепископ. Именно они, под их именем никого не будет. И они будут проповедовать, иметь власть и наконец их убьют. И три с половиной дня будут лежать на улицах Иерусалима. То есть это место буквально принимаем? Я ответил уже. Все, спаси Христос. Аллилуйя. Я ничего не добавляю, как понимали. Притом все понимали одинаково. Все. Так. Ну что, все? Все, вопрос. Давай. Давай. Здравствуйте. Давай. Смотрите этого отрока, нет, Игнать? Давай. Вот я учусь в кадетской школе. То есть если нас там учат военному, это... Погромче говорите. Микрофон дай ему. Я учусь в кадетском корпусе. И там как бы учат, там, ну, охранять себя. Там это правильно? Нет? Ну, как бы защищаться. Вам охота воевать? Нет. Взявший меч от меча погибнет. Повторите. Взявший меч от меча погибнет. Так. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Повторите. Кто пойдет в плен, сам пойдет в плен. Все. Николай Леонов. Там он и по кикбоксингу, и там, олимпийский, или какой, чемпион был. И у нас тут несколько бесед сохранилось. Три, наверное, беседы. Я ему говорил. Воевать не надо христианам. Ну, куда-то там что-то въехали. Теперь говорят, что Красный Крест был вроде бы. Да с оружием в руках были-то. И прямым попаданием ракеты их разнесло. Я еще в поездке был, уже сообщали. Николая нету. А как вы знали, что его убьют? Я ничего вообще не знаю. Я не пророк. Но я вижу события, как развивается. Твердо держись. Оружие в руки не брать. Сейчас, тем более в России, если ты живешь в России, альтернативная служба разрешается. Только заранее, за полгода хотя бы, до призыва. Положить заявление. Если не знаете, я вам скину, как составляется. Ссылка на федеральный закон. Какой пункт, параграф. Это я вам свободно дам. И наши все пишут, которые уверовали где-то. И что интересно. Альтернативная служба длиннее будет. За больными, за заразными ухаживают. Ну, конечно, не наводящим, будете это, корректировщикам или подносящим снаряды. Нет. И у нас никого не берут в армию. Но они берут это уже, военные билеты им дают. Никто не отказывает. У нас не положено, как говорят, откосить от армии. Идут все, кладут заявление и там решают. Это Господь так делает. Вот сейчас у нас два юноши, оба племянники мои, они ушли в армию. С ними проведена беседа была. Ты имеешь право, а я решил идти. Никто задерживать тебя не будет. Это твоя участь. Только сказано было, что там не сопротивляйся, когда там дедовщина какая-то, иначе тебя из петли не вытащат. Кто там заставляет стирать, постирай, тебя не убудет. И наши ребята до этого, которые служили, у них так служба шла легко. Другой племянник, он в президентском полку отслужил, там проверяли, проверяли. А другого отправили куда-то на Чукотку. И у них там коровник в воинской части, он за коровами ходил-то. А он из деревни, ему это нужды нет даже. Вот так Бог делает. Служил в армии, за коровами ухаживал, как дома. Вот он спрашивает, учебу-то он учится в кадетском колледже? Не, не надо учиться. Написано, говорит, и не будут учиться воевать. Не будут. Перекуют мечи на орала, на плуги. И копья на серпы. И не будут учиться воевать. Порох Исаия прямо говорит. Не надо. И при том уходить надо сразу. И прямо положить заявление. Вот у нас в Новосибирске я был, и вдруг пропуск сделали, большая фотография. Я сразу заинтересовался, а почему? Мы на новый завод пришли, строители, там закладывать фундамент под станки. А мне говорят, а вы не знаете, это авиационный завод. Вторая там галерея строится. Как так, военный? Конечно, военный-то. Я развернулся, а уже там, на территории. Вышел и все. Пошел, заявление положил. И меня уволили. В советское время. Да тебе какое дело, ты только с бетоном возишься, с деревом. Не надо. Не надо быть соучастником убийсти. И ничего нету. Ты, если не желаешь, тебя никто не заставит. Давайте помолимся и продолжим. Достойно есть я, кого истину, блажитеся, Богородицу, пресноблаженную и предепорочную. И Матерь Бога наша, Гнат, чистейшую херудинь, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. И, Гнат Тихонович, молитесь. Отец наш небесный, любящий Создатель, Ты снова собрал нас у ног Своих. Благодарим Тебя, как велищественное имя Твое. Благодарим Тебя за святых отцов, которые все разъяснили. За перевозчиков, которые перевели на родной русский язык Святую Библию. Хвала Тебе. Помоги нам быть не только слушателями, но истинными исполнителями. И сегодня происходит такое событие, как бы смиряется патриарх Филарет. Коснись его сердца, дабы было это примирение между православными церквами, чтобы имя Твое Святое не хулилось из-за нас. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Если ни у кого ничего нет, тогда уходи. Аминь. Аминь. Задавайте вопросы. Скажите, а по воскресеньям у вас есть занятия, да? Нет, не вопрос, а информация к размышлению. Так, Сергей, я отошел.